Всем привет! Такая немножко уже взъерошенная к концу дня. Погода перестает нас радовать. Что у нас тут? А у нас опять идет снег. Сегодня, правда, точнее, к сегодняшнему дню уже почти весь снег расставил, который выпал на Пасху. Я вставлю тут кусочек видео. Но сегодня не об этом. Хотелось поделиться новостью. Такой приятной новостью. Сейчас. На пополнение. Вот они. Вот они. Вот они, мои красотки. Это курочки породы голубой доминант. Вот такие красотки. А это петушок вот такой вот чуть-чуть с роженцой. Он я не уверена. Мне кажется, что он просто ну, поместный. Они бывают разных окрасов. Они есть бурые, черные, вот голубые. Курочки все голубые. А петушок чуть-чуть вот с роженцой. Петушок нам достался вообще случайно. Просто потому, что кур оставалось мало. Мы забрали последних, как я понимаю. Вот сегодня мы их как раз привезли. Вот буквально, я не знаю, час, наверное, еще не пришло, как мы их привезли. А может, прошло уже час. Не знаю. Не суть. В общем, вот. Вот такое у нас пополнение. Девять курочек и петушок. Десятый. Я прям не нарадуюсь. Я еще в прошлом году смотрела на этих курочек, но в прошлом году как-то нигде не было возможности купить уже подрощенных, а брать яйцо мы не могли, потому что у нас не было просто элементарного инкубатора, да и вообще, то есть времени не было заниматься там с цыплятами, места не было, куда их деть. Поэтому в прошлом году взяли кур, какие как бы были, но об этих курочках я еще в прошлом году мечтала. У них очень хорошая яйценоскость, там свыше 310, 315 яиц в год, то есть ну такие хорошие показатели. ну плюс по выживаемости, по выносливости тоже какая-то бойня происходит у цыплят. По выживаемости, по выносливости тоже ну как бы по ним хорошие отзывы. Хотя кто как пишет. Бывают и нехорошие отзывы. Ну в общем мне их очень хотелось. а тут чисто случайно в местной газете было объявление, что значит привозят кур. Ну то есть изначально мы ехали сегодня утром за бройлерными цыплятами, но машина с цыплятами не приехала, мы так подозреваем, что просто из-за того, что было очень холодно, сегодня был очень сильный ветер, просто практически штормовой. Возможно поэтому ничего не привезли сегодня с утра, но вот с курами, то есть они после обеда там после двух часов должны были приехать, мы позвонили специально уточнить точно ли они приедут, потому что нам нужно было возвращаться в таком случае в райцентр в Оленино. Вот мы позвонили нам сказать, что они точно приедут и мы поехали. Попили кофе и поехали обратно в райцентр. Но куры нам достались практически кровью. Правда не моей, Жениной. Практически вырвал из цепких лап остальных людей. Привезли очень мало кур, то есть там были остальные эти брауны, боже мой, как их. Короче, другие были, другой породы обычные, курочки эти, рыжие. А я ехала именно за этим. Мне их очень хотелось. Но мы как увидели, сколько приехало машин, то есть мы уже, еще не приехала машина с курами, а мы только увидели, сколько машин наехало, чтобы вот именно курочек купить, мы обалдели. Какая там была толкучка, и люди просто как сумасшедшие. Сначала кричат о какой-то очереди, а потом начинают просто по головам друг к другу лезть. Ну, в общем, пока там люди ругались между собой и на нас, мы успели себе вот выцепить, как и хотели, 10 курчик голубого доминанта. Они на нас сейчас сидят вот отдельно тут вот, не буду я затягивать, видят, что-то я уже тут разблоболилась на целых 5 минут. Видео просто не хочу не резать, ничего, прям как есть, потом выложу вам, покажу свою радость своих красоток. Они у нас, видите, то есть мы их сейчас посадила, я их туда, где у меня были наши курицы, к индюшкам. К индюшкам посадила. Здесь места чуть побольше, то есть как бы и эти куры с индюками в одном выгуле гуляют, поэтому ну, как бы в этом нет проблемы. Ну, чтобы поживут какое-то время вместе, а потом мы подумаем, может быть, индюков приведем туда, там поменьше места и всех кур здесь будем держать, либо все куры там, потому что, в принципе, как бы, так скажем, по книжке, квадратуры, там хватает на такое количество кур. Уже надо, конечно, чистить курятник, но еще так холодно, и мы пока не можем привезти свежих опилок. Тут, видите, индюки не копаются, а вот куры, они залазят к индюкам и тут же начинают вскапывать все. Да, вы видите, вон там яичко, туда еще в гнездо. Тихо! Туда в гнездо тоже положила яйцо деревянное. Ш! Ну, чтобы курочки, они как-то уже привыкли, что у них деревянное яичко лежит в гнездо, значит, туда надо нестись. Ну, и чтобы к индюшке не лезли. Да? Хорошо вам тут вместе? Еда, вода, компания. Что еще нужно для счастья? В общем, вот такие вот у нас новости. Сейчас опять будет темнота. И опять будут курочки! Я не знаю, насколько камера хорошо передастся как раз, они, конечно, прям вообще прям вот голубые-голубые. Ну, то есть, они не совсем голубые, они серо-голубые. Ну, очень красиво. Девчонки. В общем, ладно, всем спасибо за внимание. Просто очень хотел поделиться с вами такой новостью. Ладно, всем удачи, всем пока! До обеда солнце, после обеда зима. Да.